Мы про звуки, которые издают наши суставы. Хруст в суставах. Вот об этом многие спрашивают, как на это реагировать и так далее. Главное, а с чего вы вообще взяли, что суставы должны работать бесшумно? Ну почему? Откуда это взялось? Ну, слышите вы некий звук. Ну, чаще всего люди слышат звуки в коленном суставе, в тазобедренном суставе. У некоторых, когда головой вращают, шея трещит, у многих трещат руки, ну, особенно суставы кисти, да, и люди искренне беспокоятся, а можно ли вообще совершать движения, при которых в суставе возникает некий звук? Главное, на что хочу обратить внимание. Если у вас никогда не хрустели суставы и вдруг начали хрустеть, я бы все-таки сходил к врачу, потому что это однозначно соответствует главному правилу, когда надо обращаться за врачебной помощью. Я об этом вам много раз рассказывал. Еще раз повторю, это важное правило. Если некий симптом появляется первый раз в жизни, то всегда с этим симптомом надо сходить к доктору. Но если у вас с детства эпизодически где-то что-то потрескивало, похрустывало, поклацывало, то пусть себе на здоровье потрескивает, похрустывает и поклацывает. Вообще, когда начинается разговор о том, не вредно ли клацать суставами, то примерно начиная с 2009 года у врачей всего мира появился классный ответ. Врачи, начиная с 2009 года, рассказывают историю про американского доктора, которого звали Дональд Ангер. И вот этот американский доктор, он 50 лет, то есть практически всю сознательную жизнь, хрустел пальцами на одной руке, на одной руке, а на другой не хрустел. То есть он проводил эксперимент такой над собой, и вот он показал, что если 50 лет вот в этой руке будет хрустеть, а в этой руке хрустеть не будет, то никакой разницы между этими руками нет. То есть хрустеть не вредно, не опасно и так далее. И за это ему в 2009 году даже дали так называемую Шнобелевскую премию по медицине. Ну, эта премия, ее, как правило, дают за самые необычные, странные исследования, которые вообще в мире по разным поводам производят. Так вот, еще раз говорю, 2009 год, Шнобелевская премия по медицине, Дональд Ангер. Тем не менее, вообще, конечно, доказательная медицина, и вот люди иногда, поклонники доказательной медицины, когда рассказывают эту историю, они по большому счету противоречат сами себе. Они, собственно говоря, пытаются из одного случая сделать там какой-то далеко идущий вывод, и говорят, люди, вон Ангер клацал 50 лет, с ним все нормально, и с вами все будет нормально. Но все не так на самом деле. Действительно есть куча исследований, когда вот сравнивали целые большие популяции, когорты людей, эти клацали, эти не клацали. Нигде нет исследований, которые бы доказывали, что клацать суставами опасно для здоровья. Короче говоря, если у вас есть хруст в суставах, хрустите на здоровье, это не вредно. Но самое главное, самое главное, что вы должны просто знать, выводы, которые вы должны сделать. Хруст в суставах – это обычное, повседневное, не волнующее вас явление. Нет, я понимаю, что это может бесить окружающих, но вас это не должно волновать. Если хруст в суставах сопровождается ограничением подвижности сустава, болезненностью в суставах, если сустав на ощупь горячий, если вокруг сустава есть покраснение, если вокруг сустава есть отечность и плюс хруст – это однозначный повод обращаться за медицинской помощью. То есть еще раз прошу, хруст и только хруст – это вообще не повод записывать об этом видео, морочить людям голову. Я могу сейчас употреблять страшные слова. Меньше всего мне хочется погружаться в основы физиологии хруста. Вот знаете, я когда читаю эти буквы про то, как кавитация, она же трибонуклеация, связана с хрустом суставом, лежит в основе, и на это можно влиять с помощью пандикуляции. Страшно стало, да, мне самому страшно, когда я это произношу. Поэтому, ребят, мы не будем вам морочить голову кавитацией и пандикуляцией. Главное, что вы должны знать, если хрустит и не болит, так не морочите себе голову, хрустите и делайте правильные выводы. Всем пока.